Большую партию кокаина, около полутора тонн, обнаружила испанская полиция на борту буксира, шедшего под молдавским флагом. Его задержали недалеко от Канарских островов. Десять членов экипажа арестованы, среди них семь граждан Турции, один гражданин Грузии, украинец и болгарин. Операцию по задержанию координировал Департамент по борьбе с наркоторговлей Соединённых Штатов Америки. По версии следствия, наркозики погрузили на борт в открытом море. Сообщается, что буксир «Бриз» принадлежит турецкой компании и ранее трижды фигурировал в подобных делах. Как сообщил на заседании правительства министр экономики Кирилл Габурич, судно получило в нашей стране временную регистрацию. Провела её с одобрением Министерства иностранных дел администрация порта Джорджулешт. Заявку подала компания, которую руководит гражданин Грузии. «Республика Молдова никоим образом не причастна к незаконному обороту наркотиков. Вся ответственность лежит на владельца судна и экипажа. Это значит, что Молдова не будет подвергнута санкциям в связи с данным случаем», — сказал Габурич. Тем временем премьер-министр Павел Филипп потребовал пересмотра в сторону ужесточения процедуры регистрации судов, которые ходят под молдавским флагом. «Проверка должна стать более тщательной и продолжительной. Сформулируйте предложение по изменению регламента с моей точки зрения. Процедура должна соответствовать той, которая действует в странах Евросоюза», — заявил глава правительства. Администрация порта Джорджулешт объявила о временном прекращении регистрации судов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok